Двигаемся дальше. И я с удовольствием предоставляю слово, что у нас говорили, и я с удовольствием рассказал. Я сегодня расскажу о хромовой технологии для изготовления систем контакта и ее применения в электрическом балансе. Я начну с цели и мотивации. Дальше расскажу об обзоре полученных результатов в предыдущие годы в этом направлении. Дальше я расскажу об особенностях хромовой технологии в сравнении с более развитой алюминия. Дальше я сделаю некий обзор предыдущих результатов в литературе и расскажу в конец о подготовленных образцах по новой технологии и завершу отключения. На этом слайде представлена схема термоэлектрического баллона. Он состоит из сверхпроводника абсортера, который воглощает излучение. И в этом сверхпроводнике создаются электроны, которые через стен контакта инулируют нормальный металл. Этот ток считывается и по его причине делается вывод по температуре излучения. Энергетическая диаграмма вот этого места, сверхпроводник нормальный ток, не ставлен на этом рисунке. И кроме распространенных электронов, которые инулируют, у нас также есть дырки, которые также не могут инулировать. И если число дырок электронов и знаковые, то эффект будет ну и вы. Поэтому задача для этого устройства создать имбаланс в электронах и дыроках. И одной из возможных реализаций является создание низкопотенциального барьера между сверхпроводником нормальный металл. Из того, что вышла этот барьер сравнима с кишелью, вероятность туннелирования для электронов намного больше, чем вероятность туннелирования для дырок. И таким образом, возможно, удастся создать некий имбаланс за счет этого и получить неналевое значение туннельного тока. Но для этого нужно сделать симконтакт с низким туннелем барьером. Предыдущий дизайн, который был сделан в 2009 году, он представлен здесь. В центре находится сверхпроводящий обслуживатель. С этой стороны на него через слой изолятора напилен нормальный металл. Таким образом образуется симконтакт. С этой стороны напилены сисконтакт. То есть это тоже взрывая вещь. И для теста этого устройства этот малометр был запитан в двух режимах. В симметричном и несимметричном режиме. Схема подключения несимметричного режима показана здесь. ток подается через сисконтакт и снимается через син. И напряжение считывается через синконтакт и через сис. Вот эта вот часть образует как раз термоэлектрический баллон. За счет тока через эти два контакта мы создаем возбужденные электроны во псорвере, которые тимулируют. И симметричный режим запитки это когда ток подается через два сисконтакта. В этом случае число квазичастиц создаваемых во псорвере равно числу квазичастиц уходящих. Это сисконтакт и поэтому считывание баллонтера должно быть сигналом на баллонтера. И здесь видно, что разница между симметричным и асимметричным действительно большая. Но в идеале в будущем нужно привести вот этот сигнал до нуля, пока что у него была конечная. Баллонтер был изготовлен с алюминиевой технологией, когда бальер создавался из оксида алюминия. Теперь планируется переключиться на хромовую технологию и тут возникает два момента. Первое это что хром намного сложнее гислить в сравнении с алюминием при комнатной температуре. И второе это недостаточная изученность влияния хрома и его оксидов на сверхпроводящие свойства алюминия. И в этом смысле у нас есть два направления работы. Первое это научиться окислять хром и создавать надежные барьеры различной причины. И вторая задача это понять, как хром влияет на алюминий. И у нас есть три возможных соединения, которые в нашем устройстве присутствуют. Это чистый хром, который формирует нормальный электрод. Дальше оксид хрома, который называется естественным, так как он его распространен в природе. И также еще возможно формирует диоксиды хрома. Но если разобрать свойства всех этих соединений по отдельности, то хром и естественно оксид хром 2,3 являются антифермагнетиками. И для антифермагнетных металлов существует критическая толщина для пленок. Меньше которой они теряют свои антифермагнетные свойства и становятся просто не магнитным металлом. Для хрома такая толщина 4 нм, но мы сейчас напыляем 10 нм. И возможно такая толщина существует также для оксида хрома 2,3, но я ее не нашла в температуре. Но здесь проведены типичные значения для антифермагнетиков. То есть наименьшее значение идет порядка 4,0. Диоксид хрома – это то, что может негативно влиять на это устройство, потому что он является сфермагнитным и может подавить сверхопроводимость алюминия. Но, как известно, из литературы этот токсид очень сложно получить. И он является нестабильным и со временем переходит в естественный оксид хрома 2.3. Поэтому мы пока не знаем, есть ли у нас такая проблема, формируется ли это оксид, но если он формируется, то, возможно, со временем он будет разрушаться. Это статья 1968 года, в которой хром витекном рынке была использована для изготовления контактов и симконтактов, где в качестве сверхопроводящей электрода использовался свинья. Это сверхопроводник намного сильнее, чем алюминий. И вот таким набором материалов было показано, что возможно создание очень хороших симконтактов с высоким отношением сопротивления отечества к нормальному сопротивлению. И дальше эта хромовая технология была забыта, она не использовалась. До 1981 года, когда вандузер к ней возродился и он также сделал эти контакты из хрома, с синхрома и синхрома. И показалось, что они обладают туннельным барьером очень высокого качества. И также он оценил высоту потенциального барьера, которая оказалась удивительно низкой. Это всего лишь 2-20 милиэлектрон-больд. В то время как у барьера из общида алюминия высота где-то от 1 до 2 электрон-больд. То есть для хромового барьера высота на 2 порядка нить. Но это еще одна работа, где они исследовали деяние хрома в барьере на сверхпроводящие слои алюминия. Они надавливали контакт по следующему рецепту. Сначала пулили 20 мм алюминия, потом добавляли на него небольшое количество хрома. Это еще не пеленка, а просто какие-то гранулы. Дальше они все окисляли вот при таких параметрах на воздухе. И сверху напуляли свинец. И получилось, что если хром не добавляется, формируются очень хорошие контакты. Проводимость этого движения показана здесь. Вот эта вот кривая с высокими пиками. Как только они добавляли хром, у них сразу увеличалось сильно отношение сопротивления отечки к нормальному сопротивлению. Они это объясняли тем, что оксид хрома негативно влияет на алюминий. Но, однако, при таких условиях окисления, возможно, у них не формировался оксид хрома. Поскольку алюминий окислается намного быстрее, скорее всего, все расстояние между гранулом и хромом было очень быстро заполнено оксидом алюминия. Таким образом, не поверх стоял не из оксида алюминия плюс оксид хрома, а из оксида алюминия плюс гранулый хром металлический. И тоннелирование через марьер проходило через эти гранулы. Из-за этого у них такие большие тонкие течки. В настоящий момент, основываясь на предыдущих работах, мы развили следующий порядок напряжения контактов. Сначала мы предупариваем 2 нанометра для того, чтобы избавиться от оксидов, покрывающих источник. Дальше мы напиляем нормальный электрод толщиной 10 нанометров на стандартную скорость ценой 1 нанометр в секунду. Дальше начинается напыление барьера. Для этого нужно понизить скорость напыления на порядок с 0,1 км до 0,1 нанометр в секунду. В предыдущих работах было показано, что если скорость напыления превышает 0,3 мм в секунду, то кровь не успевает окисляться и результат становится не систематичным. И при такой скорости напыления мы напускаем в камеру кислород и напыляем заданное число манометров от 3 до 5. Дальше напыление останавливается, камера вентилируется и напыляется в следующий электрод из алюминия. По этому рецепту был изготовлен следующий образец. Толщина его барьера была 5 нанометров. И измерения при комнате показали, что барьер действительно был сформирован. Вот здесь неправильный двигатель, а здесь боль. Мы видим типичный ВАГ-нив контакта, нормальный металл изолятор, нормальный металл. Этот образец был сравнен с теорией и с ВАГ-контакта, сделанного в алюминии технологии. И если мы аппоксимируем алюминиевый контакт, то высота барьер случается где-то 1 витрон вольт. И кроме контакта наилучшего совпадения получилось при нулевой высоте барьера. Почему она нарывается, этим еще надо задираться. Дальше этот контакт был охлажден в клеостате, чтобы увидеть, откроется ли в алюминии щек. Придется на входящий состояние. Шель действительно появилась в АГ-контакте, но однако отношения сопротивлений пока всего лишь 18, что совершенно достаточно для наших целей. Вот на этом графике, например, сравнивается сопротивление в нуле, в комнатной температуре и в клеостате. На этом же чипе были изготовлены СИС-контакты, и их качество оказалось очень хорошим. И щель алюминия измеренная для СИС-контактов была больше, чем щель для СИС-контактов. О причинах, возможных причинах, я собираюсь рассказать на этом слайде. То есть подавление СИС-контактов для СИС-контактов, возможно, произошло по двум причинам. Или это подавление сопротивлений алюминия из-за наличия в барьере ферманутного оксида, либо это из-за загрязнения алюминия хрома во время напыления хрома. Если в этом виноват первая причина, то решение для нее такое. Прокрыть барьер тонким слоем оксидацита, который должен нейтрализовать влияние хрома О2. Или вместо электрода из алюминия используется уже известное решение, это электрода с линза. Если же реализуется вторая причина, то ее решить еще проще. Это подавить алюминий во время напыления хрома или насмелять их в двух разных вакуумах, или просто открывать камеру. Еще одна причина низкого качества СИС-барьеров, возможно, просто в наличии токов утечки, из-за того, что в барьере присутствуют какие-то загрязнения или дефекты. В этом случае можно улучшить вакуум и уменьшить скорость напыления оксида хрома, для того, чтобы он лучше опислялся. И для выяснения, какая же из причин в нашем случае, были изготовлены еще два образца, 21 и 14. И при сравнении этих областов с 25 областом можно увидеть две закономерности. Первая, это что с уменьшением толщины барьера с 5 мм до 3 мм, сопротивление синконтакта при комнатной температуре уменьшается. Это значит, что мы научились контролировать точную барьеру. И вторая закономерность, это когда мы направляем образец в два захода. Сначала хром, потом открываем камеру и загружаем алюминий. Это образец номер 14. Его сопротивление оказалось немного больше, чем сопротивление образца 25. И обязательно, что говорит о том, что во время открытия камеры он дополнительно накислился на лапке. Вот эти два образца, они будут измерения. И таким образом была развита технология и отчисления хрома при комнатной температуре. Эта технология пытает нам делать барьеры контролируемой толщины. И были проанализированы возможные причины низкого качества синконтакта на данный момент. И в будущем планируется протестировать изготовленные два образца, и проанализировать эти измерения, и основываясь на результатах, это планируется изменить ваши результаты. и проанализированы. Спасибо большое. Пожалуйста, вопрос. Спасибо большое. А, у врачей есть вопрос. а То есть не вам неизвестно, что это про фронт, что это про фронт, что это про фронт? Мне неизвестно про фронт такого. И пока измерен только один образец. Чтобы ответить на этот вопрос, надо лишь раз поменять. Пока я не знаю. Очень важно в будущем. Еще вопросы, коллеги. Спасибо большое.